Аркам ТВ представляет Сегодня, иншаЛлах, хутба будет о двух аятах из суры «Худ» в 61-м и 62-м аятах. Изучение этих аятов приводит к интересным размышлениям. И даже если вы не знаете арабского языка, то можете догадаться, что речь в этой суре идет о посланнике Салихи, алейхиссалям. Многие из вас знают, а некоторым нужно напомнить, что Салих, алейхиссалям, был отправлен к народу, который назывался Самудяне — Самуд. Народ Самуд был назван в честь их прадедов, предков, от которых они получили свое имя. Аллах несколько раз упомянул этот народ в Коране. Это один из тех народов, который Аллах уничтожил, потому что они не обращали достаточно внимания, пренебрегали и игнорировали своего посланника Салиха, алейхиссалям. Также важно знать, что Салих, алейхиссалям, был одним из немногих посланников арабского происхождения, упомянутых в Коране. Всего упомянуты четверо, один из которых Мухаммад, посланник явно арабского происхождения. Кроме него есть еще трое, один из которых Салих, алейхиссалям. Давайте немного поговорим об этом народе. Хотя эта хутба не посвящена ему, она об этих двух аятах и о том, чем Салих, алейхиссалям, поделился со своим народом. То, что вы должны знать об этом народе, и что Аллах особенно подчеркивает, это то, что у них были удивительные достижения, в сравнении с другими арабами, которые там жили. Они были гораздо более продвинутыми и опытными. Потому что Аллах, аз-за-ваджаль, к примеру, говорит «…Аллах, аз-за-ваджаль, расположил вас, людей». Имеется в виду народ Шуаиба, народ Салиха Самудян. Он расположил их на земле. И «баван», что на арабском языке означает «поселять там, где вы хотите». То есть, вы должны выбрать более стратегическое расположение, где бы вы хотели разместиться и расположиться там. У большинства народов, появлявшихся в истории, было географическое месторасположение, которое они не могли взять и поменять, не могли перебраться, куда им хотелось, обосноваться в более стратегически удобном месте. А чтобы это сделать, вам нужно было бы воевать с людьми, у которых более лучшие земли. Но Аллах говорит, что означает, что Аллах дал этим людям силу, военную силу и численность, чтобы иметь возможность выбрать место для их столицы. Итак, это… «Мы уже знали, что они были хорошо развиты. И в удобных местах земли вы построили дворцы для себя». Аллах даже не говорит, что они построили то, что было легко построить. Но они построили дворцы, а не простые дома. Наличие великолепной архитектуры — это еще один из признаков этого народа. Они не просто какой-то народ. И если вы посмотрите на Древнюю Аравию, если вы изучите ее, то вы практически не найдете там хорошей архитектуры. Большинство из жителей Аравии — бедуины. Большая же часть арабского полуострова была оставлена без внимания Римской и Персидской империями, которые не вели там никакой деятельности, потому что считали, что там ничего, кроме пустыни, нет. Не считая нескольких оазисов. Особенно Хиджаз был оставлен без внимания на века. Серьезно, на века. Но именно эти люди, даже там, где ресурсы ограниченные, смогли построить целые замки, целые дворцы. А в горных местах Аллах Аззаваджаль говорит, «Вы высекаете дома в горах». Это означает, что, во-первых, у них были технологии, чтобы построить безопасные дороги вверх в гору. И, во-вторых, они смогли построить прочные дома и целые деревни в горах. Это не просто поставить хижину на вершине горы, которую вскоре снесет оползень. То есть, они высекали дома в горах. Было использовано слово «нахата», что означает «высекать», «вырезать». Итак, я хочу подчеркнуть несколько моментов в начале этой хутбы. А именно, что этот народ самудян имеет опыт, они имеют продвинутые технологии, они продвинуты в военном деле, и они также продвинуты в архитектуре и инфраструктуре. Они достаточно хороши в том, что они делают. И Аллах указывает на эти факты, не для того, чтобы сказать, что они плохие. Аллах не хочет нам сказать, что они были плохими из-за того, что были хороши в этих делах. Нет-нет-нет. В действительности, Аллах устами их посланника говорит им, «Вы должны быть благодарными. Посмотрите на все дары, которыми наделил вас Аллах». Так давайте же перейдем к этому аяту. Аллах, аз-за-ваджаль, говорит, «Мы отправили к самудянам их брата Салиха». Аллах не сказал здесь «расулян» или «расуляхум». Он говорит «ахуахум». В Коране мы часто можем видеть, что многие посланники названы братьями их народов. И мы должны понять кое-что об арабском социуме. Когда арабы называют кого-либо своим братом, то это не обязательно указывает на родственную связь. Это может значить, что они – жители одной местности, граждане одной страны. Это считается быть братьями. Вы – братья в пределах одного народа. Сегодня в современной литературе вы можете найти выражение как «братья по оружию». Так ведь? Боевой товарищ, да? В нас присутствует нечто вроде духа товарищества, что иногда проявляется в таких местах, как университетские клубы, где они называют друг друга братьями. Для них слово «брат» – своеобразный клич. Но в Древней Аравии слово «брат» использовалось, когда вы из одного племени, и вы готовы принять на себя стрелу, так как в те времена не было пуль или копье ради своего брата. Вы защищаете его дом, а он ваш. И вы заботитесь друг о друге в равной степени. Вы не остаетесь в стороне, когда нужно помочь. Когда существует такого рода отношения, тогда вы называете людей своими братьями. Перед тем, как я продолжу, я хочу обратить ваше внимание, что это явление было в арабском обществе еще до ислама. Сегодня же ситуация печальная. Пришла наша религия, пришел ислам, чтобы усовершенствовать прежние понятия и «все верующие братья». До этого они видели в друг друге братьев, потому что они были с одной деревни, с одного племени, потому что они из одной армии, потому что они из одной этнической группы и так далее. Сейчас же мы видим в друг друге брата, потому что у нас общее «Ля Иляха Илля Ла», общее «Мухаммадур Расуль Аллах», саляллаху алейхи вассалям. И это должно быть намного крепче, чем любые племенные принадлежности. И это должно быть намного крепче, чем национальная принадлежность. И печальная реальность такова, что иногда мы называем человека братом, но наши сердца чувствуют иначе. Наши сердца не ощущают этого. Во времена джахилия проявление братства было намного лучше, чем проявление братства мусульманами сегодня. Такова грустная реальность. В любом случае, Аллах говорит «почему?». Потому что посланники приходили не только для того, чтобы оповещать людей о плохих новостях. Если бы у вас было очень поверхностное понимание роли посланников, то вы бы думали, что посланник пришел, донес послание, люди не поверили, «давайте забудем об этом, давайте избавимся от этих людей, давайте уничтожим их». Нет-нет-нет, он же их брат, он беспокоится о них, он хочет защитить их, он один из них. Чему это нас учит? Когда посланник несет послание Ислама, то он искренне обеспокоен о своих людях. У него нет ненависти к ним из-за того, что они совершают ширк. У него нет ненависти к ним из-за их неверия. Он не испытывает к ним ненависти из-за их невежества, потому что ты не можешь ненавидеть их и в то же время называть братьями. Это не они называют его своим братом, но это Аллах назвал его их братом. Аллах назвал его их братом, и на то есть причина. Таково веление Аллаха. Часть работы посланников, которую мы должны делать, заключается в том, чтобы идти к своему народу и думать о них, как о своей семье, для того, чтобы донести до них послание Ислама. Если же вы несете ненависть и вражду, если вы ставите их ниже себя, думаете о них неприлично, отвратительно и все в таком духе, то это значит, что вы не готовы к работе пророков. Вы не готовы. Это то, что говорит Коран. Итак, первое. «Ахохум салихан». Но что он говорит им? Это очень важное сообщение. Он говорит, «О мой народ». Еще до того, как он начал увещевать, он сказал, «О мой народ». «Я قومي بِلْكَسْرَا» Здесь لِنَفْسِهِ «Вы мой народ». Другими словами, Аллах уже сказал им, что он их брат. И он идет к народу. И перед тем, как что-либо сказать им, он говорит, «Слушайте, люди, вы мой народ. Я беспокоюсь о вас. Это для вас, не для меня. Это для вашего же блага, не для моего». Так же, как Инух, алейхиссалям, говорил, «Я лишь только увещеватель». Как вы думаете, кого я предупреждаю? «Я предостерегаю вас. Я не даю вам это наставление только потому, что мне доставляет удовольствие рассказывать вам, что вы будете гореть в аду, или что вам лучше собраться вместе, или этот народ будет уничтожен, или что будет потоп. Я не получаю от этого удовольствие. Я делаю это, чтобы спасти вас. Я делаю это потому, что люблю вас, а не потому, что я ненавижу вас». Этот смысл несет в себе «Я قومي». Затем он говорит, «Люди, что с вами не так? Я ничего не дал вам, кроме любви. Я ничего не дал вам, кроме ясного писания. Но похоже, что что-то не так. Кажется, вы не впечатлены тем, что я сказал вам делать». О чем он их просил? Он просит их. Нет никого, кому вы должны были бы поклоняться, любить и посвятить себя, кроме Аллаха. Вы не найдете никого другого. Но на чем я действительно хотел бы сфокусироваться в сегодняшней хутбе, это интересное, уникальное продолжение слов Салиха, алейхиссалям, адресованные его народу. Он говорит, «Он сотворил вас из земли». Этот аят переводится, «Он поднял вас, людей, из земли». «Инчаа» в арабском слове включает в себя значение «халика», «бадаа», что означает «что-то создавать, что-то начинать». Создать что-то, не имеющее аналогов. То есть, Аллах создал человека как что-то совершенно новое. Мы уникальны, мы особенны. И «инча» — это непростое создание. Потому что Аллах не сказал «халика кум миналь ард». Он сказал «анчаа кум миналь ард». «Инча» на самом деле означает создать что-то, что движется вперед, как в прямом, так и в переносном смысле. Другими словами, Он создал вас по очень высоким стандартам. Взгляните, каких высоких результатов вы можете достичь. Посмотрите на высокий уровень интеллекта, которым Аллах одарил вас. Посмотрите на высокий уровень мастерства ваших рук. На что способны люди сегодня благодаря своим рукам? На что способны наши языки? Чего мы можем достигать сегодня благодаря нашему разуму? Это «инчаа». Это не просто создание. Это создание высокого уровня. Очень сложное создание. И это очень важно, не так ли? Потому что я начал эту хутбу, сказав, что этот народ, родственный с арабами, был очень опытным. И посланник, алейхиссалям, сказал им «анчаа кум миналь ард». Он создал, поднял вас так высоко от земли. Он упомянул миналь ард. Аллах мог просто сказать, что Он сделал вас сильными и опытными, создал вас в отличной форме. Но Он упомянул миналь ард. Почему? Потому что земля является самым низким, что у нас есть. Земля является самой низкой вещью, которая у нас есть. И в арабском языке, когда кого-то унижают, говорят, к примеру, в арабском языке это означает «погрузить что-то в пыль». Буквально бросить что-то в пыль. Итак, Аллах как бы говорит этим людям, у вас есть опыт, вы можете много чего делать, но не забывайте, откуда вы произошли. Не теряйте скромности. Вы произошли из земли, так же, каких бы высот вы не достигли. В конце концов, куда вы возвращаетесь? В землю. Вы созданы из этой земли, миналь ард. Но затем, Субхан Аллах, это одно из моих любимых мест в Коране. Он, Субхан Хуа Тааля, говорит, «О Боже, особенно я люблю рассказывать эту часть аята христианам». Это очень сильное место в Коране. «Он хочет, чтобы вы поселились на землю». «Он хочет, чтобы вы обосновались». «Истиъмар». В арабском языке говорят «Амиро-раджюль». Нам потребуется немного времени, чтобы объяснить значение этого слова. «Амиро-раджюль». Говорят «Аша тауилен». Когда хотят сказать, что кто-то прожил долгую жизнь, то говорят «Амиро». Владеющие Урду говорят «Аумар». Так? Арабское выражение «Амиро» значит иметь продолжительную жизнь. Это «Амиро». Они также говорят. «Амартул-харабо». Они говорят на арабском «Амара». Используются, когда у вас есть что-то сломанное, и вы чините это. Таким образом, что мы уже знаем два значения этого слова. Первое – иметь что-то, что служит долгий период. То есть сделать что-то такое, что будет служить в течение всей жизни. Второе же значение – чинить что-то, что было сломано. Буквально починить то, что было сломано. Есть еще и третье значение, также происходящее от «Амара». Говорят «Амара» или «Аммара» в арабском, когда вы строите здание. «Аммара» – это здание. Говорящий на урду также знает «Имарет». Здесь другое произношение. Но это то же самое слово. Теперь разберемся, какая разница между словом «Бинайя» и «Амара». Раньше «Амара» указывало на то, что будет служить долго, а не на что-то временное. То есть что-то, что будет служить долгие годы. А теперь слово «Истиамар». Что оно значит? «Истиамар» в арабском языке означает, что Аллах разместил вас на этой земле, дал вам очень высокий интеллект. И Он хочет, чтобы вы освоились на этой земле. И Он хочет, чтобы вы строили здания на ней, которые будут служить долгие годы. Аллах хочет, чтобы у вас были развитые города. Он хочет, чтобы у вас были продвинутые технологии, использующие ресурсы земли, но не разрушающие ее. Аллах хочет, чтобы вы создавали вещи, которые не уничтожают другие вещи. Это все, что несет в себе «Истиамар». На все это в сжатой форме указывает «Истиамар». Многие мировоззрения основаны либо на вере в Бога, либо на том, чтобы просто жить на этой земле. Либо вы люди дунья, либо люди вечной жизни. Вы не можете быть и тем, и другим одновременно. Но наша религия прекрасна. Аллах говорит, что Он создал вас из земли, но Он поместил вас на землю, из которой и вывел вас. И Он хочет, чтобы вы использовали землю, так как Он говорит об этом в другом месте и распределил на ней пропитание. Аллах вложил природные ресурсы, которые вам нужны, в недры земли из самого начала человечества. Все, что когда-либо было, нам нужно, берется откуда? Из земли? Дома, которые мы строим, еда, которую мы едим, города, которые мы строим, дороги, которые мы строим, архитектура, инфраструктура, метро, технологии, все это берется из земли. Все составляющие всегда здесь существовали. И Аллах говорит, что Он хочет, чтобы вы строили. Это является частью цели существования человека. Субханаллах. Аллах хочет, чтобы люди развивались. Аллах хочет, чтобы мы строили еще более лучшие дома. Аллах хочет, чтобы мы создавали еще более лучшие организации, создавать все более совершенное. И это подходящее время поговорить о лучшем правительстве. Так ведь? Пришло время делать наше правительство лучше. Так ведь? Аллах хочет, чтобы у нас было стабильное, крепкое правительство. На самом деле Он этого хочет. Но что происходит в наше время? Появляется компания, которая хочет зарабатывать много денег. Потому что ее главная цель не созидать. Ее главная цель — зарабатывать деньги. Так ведь? Существуют компании, которые регулируются правительством Соединенных Штатов. «Эй, мы должны открыть представительство в Китае или Бангладеш, или где-нибудь, где еще не так много нормативно-правовых актов, и тогда мы сможем загрязнять их деревни». Кого это волнует? Зато здесь, у себя, мы не нарушим нормативно-правовые акты. Так что давайте загрязним все озера в Африке. Делает ли кто-нибудь исследование о влиянии коксохимических заводов, как они влияют на деревни, возле которых они расположены, как разоряют целые деревни, как дети растут с раковыми заболеваниями? Потому что эти заводы загрязняют ближайшие озера. Это безумие. И это не истигмар. С одной стороны, вы создаете учреждения, многомиллиардные корпорации, но в результате вы разрываете землю на части, вы разрушаете ее. И это не истигмар. Аллах в этом аяте указывает на то, что Он хочет, чтобы люди создавали, что нет ничего плохого в том, чтобы иметь крупные корпорации, большие организации, инфраструктуру. Но если мы получаем это вследствие разрушения другой инфраструктуры, то Он не хочет этого. Это должен быть истигмар. Это должно быть что-то, что будет существовать длительное время, что-то устойчивое. Как вы знаете, в нынешние времена мы говорим о возобновляемой энергии, возобновляемых структурах, сохранении воды. В конце концов, нам в Техасе было сказано, не используйте разбрызгиватели слишком много, действуют ограничения. Никаких новых бассейнных сооружений, у нас засуха, есть нехватка воды. Почему так? Потому что отсутствует истигмар. Это тот смысл, который Аллах, по сути, вкладывает в Коран. И люди, которые понимают Коран, будут теми, кто видит все в правильном свете, теми, кто хочет, чтобы у нас был именно такой вид инфраструктуры. Осталось всего несколько минут, хотя я все еще не дошел до самого важного момента этой хутбы, о чем я действительно хотел бы с вами поговорить. Аллах говорит в этом аяте, что люди способны на великие дела. И все, что им нужно, это инчаа. Тот наиболее высокий уровень опыта, который был нужен, чтобы построить великую стену, уже существует. А в другом месте Корана мы находим, что все компоненты, нужные вам, уже есть. Потому что даже если вы очень умны, но у вас ничего нет, с чем можно было бы работать, то вы ничего не сможете построить. Итак, он сделал нас действительно умными и разместил все, что нам нужно на земле, чтобы мы могли созидать, чтобы мы могли создавать этот удивительный мир. Знаете, о чем это нам говорит? Что у нас нет оправдания. У нас нет оправдания в том, что мы не имеем стабильное, здоровое общество во всех уголках мира. Мы отказались от мусульманской уммы. Парень, забудь. Они никогда не будут ездить в одном ряду, соблюдать красный цвет, следить за загрязнением. Приземляясь в аэропорту в мусульманской стране, вы выходите на несколько минут, и вы такой «да, я точно в мусульманской стране». Вы можете понять это. Единственное место в Америке, где вы можете почувствовать мусульманский мир, — это парковка рядом с мечетью. Потому что там люди паркуются как попало. Последнее, на что мы обращаем внимание, — это систематичность и организационные вопросы. Субханаллах! Но основной посыл этого аята — то, что мир становится технологически более развитым. И многие мусульмане впечатлены Западом. Очень много мусульман впечатлены небоскребами в Чикаго или Нью-Йорке. Очень много мусульман впечатлены технологическим прорывом, и они без сомнения впечатляют. Университеты, дороги, города — впечатляющие. Вы едете в аэропорт, и он выглядит впечатляюще. У нас, в некоторых мусульманских странах, люди идут в аэропорт на Аид, потому что это единственное красивое место в городе, потому что эти вещи нас впечатляют, нет сомнений. Но знаете что? Прежде чем посланник Аллаху упомянет эти впечатляющие города, которые имели самудяне, а они владели самыми передовыми технологиями своего времени, так вот, перед этим он сказал им, «Вы должны поклоняться Аллаху и не обращайтесь никому, кроме как к Аллаху». Почему он так сказал? Потому что если вы построите очень развитую цивилизацию без Аллаха, без страха перед Аллахом, без ответственности перед Ним, то алчность возьмет вверх, коррупция возьмет вверх, и вы будете использовать ваши продвинутые технологии не для того, чтобы привести человечество к лучшему положению, но для того, чтобы угнетать человечество. Так что некоторые места будут выглядеть потрясающе, но другие будут выглядеть просто ужасно. Как пример, одно из самых красивых мест в Америке, которое вы можете посетить, это Северная Калифорния. Там расположена Силиконовая долина, где находятся одни из самых дорогих объектов недвижимости во всех Соединенных Штатах. Вы едете туда, и дом, который в Техасе стоит 100 тысяч, там стоит миллион. Так ведь? Даже старые дома. Но знаете что? Там у них в их прекрасном городе, там тоже есть торговые центры, большие магазины. И вы задаетесь вопросом, люди, которые работают в тех магазинах, получают такую же зарплату, как и те, что работают у нас здесь, как они оплачивают свою аренду. И вы найдете там такие ужасные районы, трущобы в Северной Калифорнии, что вы не поверите, что вы все еще в Калифорнии. Вы не поверите в это. Знаете, почему так происходит? Из-за несоответствия в заработной плате, что ставит людей в серьезные экономические трудности. А компании, которые их нанимают, зарабатывают миллиарды. Это просто нелепо, сколько зарабатывает их руководство. Но богатство не делится, оно распределяется неравномерно. Такого рода угнетение, такого рода несправедливость. Вот отчего наша вера удерживает нас, покуда у нас есть таква, богобоязненность. Мусульманин, который владеет многомиллиардной корпорацией, будет делиться богатствами. Он не будет нанимать людей за жалкую плату, на которую им будет сложно даже оплатить аренду. Он не будет так поступать. Он скажет, знаете, если бы я был в их положении, то я хотел бы получать более справедливую зарплату. Это, по сути, и есть та вера в Аллаха, о которой говорится в этом аяте. Поэтому Аллах говорит, что Он дал вам эти возможности. Так простите же у Него прощения. Потому что, когда вы ведете свой бизнес, строите свои города, организовываете свои правительства, то появляется коррупция. И если вы не люди из Тихфара, то коррупция возьмет верх. Коррупция возьмет верх. И таков мир, в котором мы живем. Не будьте под впечатлением от технологии, не восторгайтесь инфраструктурой. То же самое было дано предыдущим поколениям. А затем те народы отвергли Истихфар, чем уничтожили себя. Аллах даже говорит, «Они не были несправедливы по отношению к нам. Они были несправедливы лишь по отношению к себе. Они были несправедливы лишь к себе». Поэтому в самом конце, субханаллах, посмотрите на эту речь Салиха, алейхиссалям. Он говорит, «Потом обращайтесь к нему с покаянием». Почему он упоминает Истихфар? А затем Таубе. Какая в этом польза? Когда народ становится развитым, люди становятся высокомерными. Они начинают верить, что весь их прогресс из-за них самих. Они получают чистый доход. У людей появляется больше денег, больше накоплений. Итак, у них есть дополнительные деньги, которые надо на что-то тратить. У них есть деньги не только на еду, аренду, электричество, но у них есть дополнительные деньги. И они думают, «Что мне делать с этими деньгами?» О да, намечается концерт, игра, то да сё. Они начинают тратить деньги на то, что отдаляет их от Аллаха. Вы видите, как индустрия развлечений процветает в обществе, которое развивается. Появляются клубы, увеличивается количество баров, заполняются кинотеатры. Киноиндустрия начинает стремительно расти. Почему всё это происходит? Потому что люди имеют дополнительный доход. Понимаете? Вы видите наполовину заполненный рейс, самолёт заполнен на четверть, но вы всегда будете видеть полностью заполненный самолёт, летящий в Лас-Вегас. Он всегда забит. Трудно найти место. И на это есть причина. Когда люди начинают жить в достатке выше среднего, то начинают тратить свои деньги на греховные дела. Аллах говорит, «Люди, вам нужно покаяться. Если вы хорошо живёте, то вам нужно каяться, делать тауба, и не терять надежду на Аллаха. И не думайте, что вы тот, кто вас обеспечивает, что ваша работа платит деньги, что вы живёте в хороших местах, в самых процветающих городах, и у вас есть работа в самых быстро развивающихся отраслях, поэтому у вас всё хорошо». Аллах говорит нам через эту хутбу салиха, алейхиссалям. Воистину, Мой Господь – близкий, отвечающий. В первую очередь, не теряйте надежду в истихвар и тауба. И во-вторых, все ваши нужды покрываете не вы, а Аллах, аз-за-ваджаль, вас обеспечивает. Перед тем, как закончить, я расскажу вам, насколько люди становятся слепы в том, что касается потакания своим желанием. Это именно то, что случилось с этими людьми. Они услышали хутбу салиха, посмотрели на него и сказали, «Он молодой парень, имея в виду салиха, алейхиссалям». Когда он рос, он не был пророком. Он был одним из них. Он не был пророком. Они говорили, «Этот молодой человек станет миллионером, когда он вырастет. Он из хорошей семьи. Он будет мэром. Он будет в правительстве. У него будет бизнес». Какой умный мальчик. Элита. Но посмотрите, что он делает со своей жизнью. Он просит нас вернуться к Аллаху, каяться. Что происходит? Это то, что они ему сказали. «О, Салих, мы так на тебя надеялись. В тебе было столько потенциала перед вот этим. Теперь ты говоришь нам все это. Говоришь, что мы должны изменить наш образ жизни, наши коррупционные схемы. Ты говоришь нам, чтобы мы вернулись к одному Богу. Зачем тебе все это нужно? Сколько было надежд? Ты мог бы стать мэром. Ты мог бы стать губернатором. Ты мог бы стать лучшим бизнесменом. Ты самый умный человек, который был у нас. Мы возлагали на тебя столько надежды. Раньше, когда мы тебя видели, то смотрели на своих детей и говорили им, когда вы вырастите, то вы должны быть как Салих. Почему вы не такие, как Салих? Почему вы не можете быть похожими на него? А теперь посмотри на себя. Знаете, почему Аллах говорит нам об этом? Потому что некоторые очень умные люди в современном обществе, очень, очень умные молодые люди возвращаются в религию Аллаха. И когда они возвращаются в религию Аллаха, и близкие говорят им, что с тобой случилось? В тебе было столько потенциала. Что ты имеешь в виду? Ты идешь в мечеть? Что значит, что ты не хочешь открывать ресторан с алкоголем? В чем дело? У нас же были планы. Что теперь будет? Что ты имеешь в виду? Это харам. Откуда ты это взял? Мы так на тебя надеялись. Посмотри, кем ты стал. Субханаллах. На Западе вы можете найти множество случаев, которые повторяют истории Салиха, алейхиссалям. Множество. Молодой парень придет к своим родителям, говоря, «Я не хочу жениться на той девушке, на которой вы хотите, чтобы я женился. Она не покрывается. Она любит ходить на вечеринки. Она делает много чего. Меня такие вещи больше не интересуют. Я покаялся. Я хочу порядочную девушку. Я хочу девушку, которая уважает себя. Я хочу девушку, которая правильно покрывается, которая не флиртует с мужчинами. Я хочу порядочную девушку». На что он слышит в ответ, «Что с тобой произошло? Она такая красивая, женись на ней. Ее семья уже согласна». Нет-нет, я покаялся. Боже мой, мой сын сошел с ума. Это Мулапа влиял на него. Я не знаю, что он там смотрел в Ютубе, но он так изменился. И в семье начинается кризис. Все это можно услышать на Урду, на Панджаби, на египетском, сирийском и других диалектах арабского. То же самое говорят на малайском и индонезийском. Но в Коране эти слова звучат как «Мы возлагали на тебя надежды. Что с тобой случилось?» «Кобля хады». Такое сильное преображение. Что Аллах говорит нам? Народ движется к разрушению, но должны быть люди, которые поднимутся и скажут, «Мой народ, люди, мы движемся в неправильном направлении, мы должны остановиться». Также мы понимаем из этого аята, что люди, которые вернулись в свою религию, не отрицают то, что мы должны строить этот мир. Молодые ребята, которые среди нас, которые ревностно относятся к нашей религии, не будьте простыми докторами. Больницы должны принадлежать вам. Я говорю вам, что вы не должны быть просто докторами. Вы должны управлять больницами. Вы не должны быть просто бухгалтерами. Вы должны владеть бухгалтерскими фирмами. Тысячи бухгалтеров должны работать на вас. Но сначала вам нужна богобоязненность. И тогда вы делаете истимар. Вы должны управлять своими фирмами, корпорациями, основываясь на моральных принципах, а не на коррупции, которые вы видите в своих офисах. Вы задаете новый стандарт, который основан на набожности. Вы становитесь людьми, которые просят прощения. Вы становитесь знаменитыми. И люди хотят взять у вас интервью. Поделитесь своей историей успеха. Как вы достигли такого успеха? Сегодня все хотят знать, как успешные люди всего добились. И чем больше успеха вы добьетесь, тем больше просите прощения. Вы не самодовольны. Вы более покорны Аллаху. Ребята, вы такие. Такого будущего мы хотим от нашей молодежи. Я знаю, что я превысил лимит своего времени, так что на этом я остановлюсь. Я молюсь, чтобы Аллах сделал нас людьми истимара. Также, так как Он этого и желает, я прошу, чтобы Аллах помог нашей молодежи усвоить и реализовать тот большой потенциал, который у них есть. Я молю Аллаха, чтобы Он продолжал вдохновлять нас благословенными словами, которые Он дал нам в виде Корана и Сунны Пророка. Саля Аллаху алейхи вассалям. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами!